Здравствуйте! В эфире Большая область. Программа о том, что нас связывает помимо огромной территории. Студия Андрей Жилин. Сегодня выпуски. Студия Андрей Жилин. Подайте на протез кошки. Табаляки обсуждают в соцсетях, правильно ли поступили местные зооволонтеры, организовавшие благотворительный концерт в пользу хвостаток. Три перелома и сотрясения мозга. С такими травмами журналист телекомпании «Сургут Информ ТВ» Евгений Неупокоев вернулся со съемки сюжета о работе местной штрафстоянки. Сейчас это дело попало в федеральные инфоленты. Им заинтересовался Союз журналистов России. А следственный комитет проводит проверку. Следователи изучают записи камер видеонаблюдения и те, которые сделал сам Евгений Неупокоев. Подробности у журналиста Марии Лемеги. О штрафстоянке на нефтьюганском шоссе 12-1 редакция «Сургут Информ ТВ» решила сделать сюжет после того, как появилась информация. Якобы существуют сложности с тем, чтобы забрать оттуда машину. Вроде бы и инспектора приходится ждать, и терминал для оплаты не работает. В общем, время идет и денежки капают. Чтобы выяснить детали, корреспондент Евгений Неупокоев сам отправился на стоянку. То, что он журналист, не скрывал. Скорее, наоборот, предупреждал. Ну да, у меня служебное удостоверение просто в этом висит вот здесь вот на груди. Я его показал, представился специально и начал задавать вопросы кассиру. Ответить на вопросы кассир не смогла. А вот несколько мужчин, которые находились в той же подсобке, вероятно, хотели высказаться. В тот момент, когда репортер набирал видеоряд, то есть снимал территорию около стоянки, он услышал нелицеприятные эпитеты в свой адрес. В этот момент слышу, как какая-то провокация, просто начинают оскорбления идти в мой адрес, причем матом в адрес телекомпании, и все. Я думаю, ну надо спросить, может, там мужчина все-таки на камеру скажет свои претензии. Открываю дверь, захожу, спрашиваю вопрос у мужчины. Он просто разворачивается, подходит, ударяет. Я просто не понял, я вообще не думал, что он по камере ударит, думал, по мне ударит. Так вы со мной-то поговорите, вы зачем про сотрудника Сургут Информ ТВ говорите? Разговор не получился. Один из мужчин выбил из рук репортера камеру, а затем еще двое повалили сотрудника СТВ на пол. Сегодня Евгений Неупокоев на больничном. У него несколько переломов и сотрясение головного мозга. По нашим данным, мужчина, который, судя по видео, выбил из рук камеру, вероятнее всего, это Юрий Артеменко. В 2016 году он был руководителем НКО «Белый медведь». Занимался реабилитацией бывших заключенных. Тогда он с охотой давал интервью СТВ. А вот рассказывать о штрафстоянке, мягко говоря, не хочет. Правда, какое отношение он имеет к этому объекту, пока не ясно. Да, в смысле, конкретно, да, угрозы были, прям конкретные его слова были. Попробуйте сделать материал, попробуй сделать материал, и тебе будет хуже. Это конкретно вот этот мужчина лысый говорил. Более того, угрозы поступали и журналисту информагентства УРАРУ Дмитрию Завьялову. Чтобы уточнить обстоятельства инцидента на штрафстоянке, корреспондент позвонил по номеру телефона пользователя Юрия Артеменко ВКонтакте. Как вы можете прокомментировать? Зачем вы это сделали? Повторить. Что повторить? Могу повторить. С кем? С вами. А, то есть вы и меня хотите избить? Алло. Так повторить или что? Так вы мне угрожаете? Пусть будет так. Из-за угроз Дмитрий Завьялов намерен написать заявление о следственный комитет. Там уже проводят проверку по факту избиения Евгения Неупокоева. Этой историей заинтересовался и Союз журналистов России. Его руководитель намерен обратиться к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой взять расследование происшествия под личный контроль. Пострадать можно не только при исполнении профессиональных обязанностей. Можно сменить жилье, а оказаться на улице. Тюменский пенсионер продал квартиру, но денег за нее так и не получил. Мужчина уверен, он стал жертвой черных риэлторов. Корреспондент телекомпании «Тюменское время» Ольга Миншутина разбиралась, как это произошло и можно ли вернуть недвижимость или получить деньги обратно. В 1987 году я поступил на завод ДСК. В ноябре я получил квартиру в этом доме. Здесь, в районе лесобазы, Александр Кокшаров с семьей прожил 30 лет. А когда в просторной двушке остался один, решил переехать. Помощников по продаже жилья нашел по объявлению. Один из риэлторов стал покупателем. После регистрации договора пенсионера попросили покинуть квартиру. И денег, по его словам, так и не заплатили. По ушам ездил, деньги учетки, все там нормально, она мне не дает и прочее. Вот такого вот мне говорил. Тюменец уверен, он стал жертвой черных риэлторов. Такого же мнения и его дочь. Говорит, к продаже квартиры ее отца готовили особым образом. Кое-как мы до него вроде бы и достучались. Находился в квартире абсолютно неизвестный человек. Я понимала, что это все, ну как, к нехорошему ведет какому-то. На кухне мы насчитали 10 бутылок из-под водки. То есть какие-то таблетки, медикаменты. Бумаги подписывал под дурманом, считает пенсионер. Как появилась расписка о получении денег, точно и не помнит. Но наличие именно этого документа – главный козырь в руках покупателя. Мы связались с ним по телефону. Хайдар Фасхуддинов утверждает, что деньги отдавал. Конечно, рассчитывался. У меня же все расписки, все, что был там. Какие еще вопросы могут быть. А вы отдавали эти деньги вот каким способом? Можете сейчас припомнить? Это очень важно. Наличными я ему отдавал. Многие жители этого дома знают бывшего соседа. Но были не в курсе, почему пропал из виду. При встрече, как и раньше, приветливы. Мы живем давно, за 30 лет. Для меня он положительный. Я его никогда с плохой стороны не видела. Сейчас тюменец пытается признать сделку недействительной. Адвокат настаивает на уголовном деле о мошенничестве. Для того, чтобы возбудить уголовное дело, им, конечно, нужно видеть состав. Даже вот в силу той проверки, которая была сделана, сам фигурант, вот эта сторона по договору купли-продажи и свидетель, которого тоже допрашивали, у них есть противоречия в этих показаниях. Спор тянется уже больше года. Все это время пенсионер является бездомным. Но еще верит, что сможет доказать свою правоту. Очередное заседание суда в феврале. Ольга Меншутина, Иван Кобин, Дмитрий Бурматов, Павел Михайловский. Тюменская служба новостей. Право на свою живоплощадь не обязательно отстаивать в судах. Хотя случай такой нередкий. Можно воспользоваться возможностями, которые предусмотрены законом. В Ноябрьске продолжают переселять людей из веткого жилья. Для этого ударными темпами строят два дома на улице Дружбы. Их планируют сдать раньше срока. В каждой пятиэтажке по 110 квартир. Строительство не прекращается даже в 30-ти градусный мороз. Уже в феврале начнутся фасадные и кровельные работы. После этого строители приступят к внутренней отделке. Как только будут готовы перегородки, на начало марта планируем вставлять окна. Вставим окна, пойдет электрика, сантехника, уже отопление. По плану у нас июнь 21-го года, к окончанию работы. У руководства есть стремление, желание закончить работу в этом году. Но не все в Ноябрьске так хорошо. Местный госпожнадзор беспокоится, как бы не погореть. Дело в том, что жители почти 50 городских общежитий заставили своими вещами коридоры и лестничные площадки домов. В случае чего это затруднит эвакуацию людей. С нарушителями правил пожарной безопасности идет перманентная борьба. Насколько успешно в материале корреспондента компании «Ноябрьск-24» Евгении Деминой. Иной раз приходишь, дверь входная перекрыта, потому что кухню некуда девать. Шкафы, стулья, мешки и даже кухонный гарнитур. В таком виде, рассказывает Ирина, коридор общежития на Ленина-8 находится уже больше года. Люди здесь живут. И в каком состоянии не привели общежитие, когда мы покупали жилье здесь, здесь был идеальный порядок. И такого здесь не было. Сейчас все захламили. Если, не дай бог, даже где-то воспламенение, они сами же никто не выйдут. Переговоры с соседями результаты не дали. Ирина обратилась в управляющую компанию. Жилищники позвали на помощь инспектора госпожа надзора и пришли в общежитие с проверкой. Вот это ваше и вот, да? Нет, это не мое. Вот это только, да? Вот это и вот кухня моя. У меня сын в армии, поэтому я никак у меня не получится до завтра, до послезавтра. Но я это все уберу. И это проблема не только одной комнаты. Все коридоры общежития заставлены мебелью и заложены вещами. Матрасы, посуда, обувь, все, что не помещается в комнатах, месяцами лежит и стоит за порогом. Основная опасность в том, что в случае пожара сами же жители этих комнат не смогут вовремя покинуть деревянное здание. Так это комната собственности или муниципальная? Собственности. Собственности. А вот эти вот ящички чьи? Да. Вам нужно до понедельника это все убрать. А почему? И мусорное дерево должно в квартире. Потому что это запламление такие вакулации. Это больше как профилактический рейд. Выявляем нарушения, управляющая компания выдаёт предписание собственникам. И те уже смотрим в дальнейшем. Кто устранил, кто не устранил. Аналогичная картина в большинстве ноябрьских общежитий рассказывают в управляющей компании. Из 80 домов жители как минимум 50 регулярно устраивают из лестничных клеток и коридоров склады личных вещей. Полномочий наказывать таких граждан у жилищников нет. Таким правом обладают только инспекторы пожарного надзора. Порядка 20-30 общежитий граждане добросовестно относятся к использованию общего имущества. Понимают необходимость соблюдения требований противопожарной безопасности. Но в значительном количестве общежитий ситуация точно такая. То есть вещи есть и граждане не спешат их убирать из коридоров. На то, чтобы привести в порядок коридоры общежития, собственникам дали несколько дней. Как только сроки выйдут, представители госпожного надзора повторно посетят деревянную двухэтажку. И если нарушения сохранятся, виновникам придётся заплатить штраф. Для собственников квартир минимальная сумма штрафа – 2000 рублей. Евгения Дёмина, Александр Паханов, Ноябрьск, 24. Готовь дороги зимой. В Нижневартовске начали сезон дорожного строительства. Дело в том, что добраться из старой части города в новую нелегко. Пробки. Проблему может решить открытие нового участка улицы Нововартовской. Сейчас идёт первый подготовительный этап строительства. Его стоимость – 250 миллионов рублей. А весь проект обойдётся бюджету в миллиард 700 миллионов. Проезжая часть выкопана полностью. Сейчас нам осталось парковку докапываем, тротуары, велодорожки и всё. Предусмотрена проезжая часть. Там четырёхполосная, 15 метров ширину. Тротуары по левую, по правую сторону. Велодорожки, торшерное освещение вдоль тротуаров. Ну и, соответственно, парковки. Это Большая область. Мы продолжаем. И вот, что вы увидите далее. Пуля против слова. Житель Нижневартовска использовал карабин, как решающий аргумент перепалки с шумящей во дворе молодёжью. 40 кошек и одна женщина. Табалячка не только устроила из квартиры кошачье общежитие, но и собирает деньги на протез хвостатому инвалиду. Жених в бабочке, невеста в платье с лебедями. Как регистрируют браки на Ямале. С меня хватит, решил один из жителей Нижневартовска. Поругавшись во дворе от многоквартирника с группой молодёжи, мужчина поднялся домой, взял карабин, спустился обратно и использовал оружие как решающий аргумент в разговоре с оппонентами. Поскольку дом оснащён видеокамерами, даже в лифте мы вместе к корреспондентам телекомпании «Самотор» Эльмирой Казаниной можем увидеть, как это было. На кадрах, запечатлённых камерами видеонаблюдения, у первого подъезда видно, как группа молодых людей подходит к мужчине, который по предположительным данным живёт в этом доме. Они стали выяснять отношения. Но разговор не получился. Началась потасовка. Мужчин разняли, но молодой человек, на которого набросились с кулаками, решил, что так это не оставит. Предприимчивый жилец дома отправился к себе домой. Судя по камерам видеонаблюдения в лифте, его квартира находится на седьмом этаже. Пару минут и мужчина спускается на первый этаж с автоматом. Выходит во двор и открывает стрельбу по группе конфликтующих людей. Судя по видео, одна из пуль попала в фару Лады Приоры и разбила её. Стрелка пытались успокоить. Шум стих, когда обидчики сели в Приору и уехали. Через пару минут сам стрелок исчезает в неизвестном направлении на белом внедорожнике. Сообщение о драке поступило в дежурную часть полиции около трёх часов ночи. Наряды были ближайшие направлены незамедлительно. Судя по сообщениям в социальных сетях, этот конфликт начался гораздо раньше, но первые сообщения поступили с опозданием от жильцов. Специалисты отдела информации общественных связей УМВД России по Югре сообщают, что когда полиция приехала на место происшествия, ни во дворе, ни в подъездах дома никого не обнаружили. Днём жильцы посмотрели записи с камеры видеонаблюдения и увидели, что ночью во дворе дома мужчина открыл стрельбу. Тогда в полицию поступило новое обращение. В настоящее время сотрудники полиции установили личность гражданина с оружием. Им оказался житель дома, 1988 года рождения. Полицейские проводят мероприятия по установлению места нахождения мужчины с целью его дальнейшего задержания. Жители дома, в дворе которого ночью произошёл инцидент, говорят, что о стрельбе узнали только из социальных сетей. Ничего не слышали, не видели, не знают. Я на даче просто ночевал. А так в ЧП Нижневарске посмотрел, увидел наш дом. Понял, что это помощь первого подъезда. Честно, не слышали ничего. Ни с соседями не общаемся. У нас дома не было. В курсе, но, к сожалению, не знаю ничего. А в курсе, как узнали, откуда? Из новостей с утра уже. Вы ничего не слышали про выстрелы на кануне у вас в дворе? Нет, я уже проспал. Вообще ничего не слышали, всю ночь проспали. Тем не менее, одно из интернет-изданий сообщает, что кто-то из соседей рассказал о причинах конфликта. Эти парни слушали долгое время музыку громко, а мужчина-стрелок несколько раз просил их отключить музыку. Ну, в последний раз попросил. Они продолжили слушать музыку. И нервы его не выдержали. И, если не ошибаюсь, он стрелял холостыми патронами. В окружном отделе УМВД России сообщили, что в результате ночного происшествия никто не пострадал. Возбуждено уголовное дело по статье «Хулиганство». Кстати, по данным Росгвардии, около 4 миллионов жителей нашей страны вооружены. На совершенно законном основании у них на руках более 6,5 миллионов винтовок, карабинов и ружей. Законом четко определены правила их хранения, ношения и использования. Оружие и патроны должны храниться в сейфе или металлическом шкафу. Толщина стенок у него должна быть не менее 2 миллиметров и лучше, если стволы и патроны будут лежать отдельно. Причем запираться они должны на разные замки. Транспортировать оружие можно только в чехлах или специальных футлярах. Оно должно быть не заряжено, а патроны отдельно. За хранение и использование оружия отвечает владелец. А наказание за нарушение правил вплоть до уголовного. Необычную акцию провели волонтеры Тобольской организации «Право на жизнь». В центре внимания кошка по имени Василиса, которой нужна дорогостоящая операция по установке протезов задних лап. Сейчас кошка находится под присмотром таболячки Анастасии Уткиной, у которой дома настоящий центр помощи кошкам-инвалидам. Что там за жизнь, увидел корреспондент компании «Тобольское время» Шамиль Гулиев. Добрая душа Анастасии Уткиной не знает границ. В своем доме она приютила почти 40 кошек и котов, и каждого помнит по имени. Кого-то подбираем на улице, кого-то берем в ветеринарных клиниках, что кого-то приносит на усыпление, что больные инвалиды не хотят заниматься. Многим из питомцев Анастасия дает шанс на жизнь, ведь практически все здесь кошки-инвалиды, у кого-то нет лапок, у кого-то слепота, глухота и хроническое заболевание почек. Поэтому вниманием и заботой никто не обделен. Своим любимым домочадцам Анастасия устроила настоящий кошачий рай. Например, она готовит для них еду только из свежих продуктов, для которых есть даже отдельный холодильник. Ну вот здесь у нас лекарства, лекарства тоже в основном все для животных. Здесь у нас каша, которую каждый день варим большую кастрюлю каши с курицей на них, здесь у нас свиное сердце, свиная печень, яйца тоже едят у нас только от кошки. Уход за кошками отнимает немало времени у Анастасии, но муж и двое маленьких детей помогают ей в этом. Хозяйка признается, что в месяц на содержание питомцев она тратит более десяти тысяч рублей, но расходы часто компенсируются. Очень затратно, все деньги уходят, но население помогает, мы просим помощи. Кошачья благотворительность Анастасии занимается уже почти восемь лет. За это время она вылечила и поставила на ноги сотни питомцев. Иногда, вопреки прогнозам ветеринарных врачей, многие кошки после лечения обрели новый дом. Сейчас особое внимание Василисе, которая из-за жестокости людей потеряла лапки. Ее Анастасия забрала в ветеринарной клинике, где предлагали усыпить кошку, ведь ее состояние было критическое. У нее было абсолютно все обморожено, на передних лапках оставались части высохшей, задняя лапка была вообще высохшая, кость, вторая лапка, видимо, недавно уже отпала. Но Анастасия кошку усыплять не дала. Василисе сделали операцию по удалению задних лапок, и чтобы питомец сам начал ходить, Анастасия купила протезы. Протезы нам обошлись, два задних протеза в 42 тысячи рублей. И вот сейчас необходимо нам нужно собрать еще около 70 тысяч рублей на операцию и на стационарное содержание. Чтобы собрать такую внушительную сумму, некоммерческая организация помощи бездомным права на жизнь решила устроить благотворительный концерт в честь кошки Василисы и всех других нуждающихся в лечении животных. Мы очень переживаем за эту кошечку, мы решили пойти и поддержать ее. Входной билет на концерт – пакет кошачьего корма. Но дети и взрослые приносили его в гораздо большем количестве и еще оставляли пожертвования деньгами. На животных мне денег никогда не жалко. Я сама являюсь волонтером, у меня у самой в квартире передержка, животные, которые подбираются, которые лечатся. Однако не все люди одобряют такую поддержку. Некоторые пользователи в социальных сетях раскритиковали желание неравнодушных табликов собирать деньги на лечение бездомных кошек. Мол, лучше собранные средства отдать детям. Но у зоозащитников есть на это ответ. Если они хотят помогать детям, пусть они помогают сами. Не надо указывать, кому что делать. Люди могут о себе позаботиться. У них есть язык, у них есть разум настолько, что он может сам себя обеспечить. А животных нет. В благотворительном концерте приняли участие многие светские коллективы. Дети и взрослые поддержали Василису и других питомцев своими песнями и танцами. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Выступить пришла и необычная артистка. Кошка Снежанна. Она вместе со своей хозяйкой Эвелиной исполнила композицию на гитаре. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Хотелось бы, чтобы люди помогли, чтобы она смогла передвигаться нормально. Сбор средств для Кошки Василисы и других четвероногих подопечных организаций «Право на жизнь» продолжается. Поддержать может каждый. Реквизиты есть в группах организации в социальных сетях. Шамиль Гуреев, Михаил Куричко. Товольское время. В деле благотворительности действительно трудно диктовать условия, на что тратить деньги. Каждый решает сам. И для кого-то братья наши меньшие заслуживают большего сочувствия, чем люди. По данному случаю только один вопрос. Сколько домашних животных можно содержать в благоустроенных квартирах? Четкого ответа закон не дает. Пока формулировка следующая. Надо исходить не из единого для всех числа, а из-за индивидуальных квадратных метров жилья и возможности владельца содержать своих питомцев в соответствии с ветеринарными нормами. А владельцам учитывать не только личные интересы, но и не доставлять дискомфорта соседям по дому. Необычный свадебный наряд. В ямальском поселке Тазовский невеста пришла на официальную регистрацию брака в национальном ненецком костюме. Ну или, если точнее, в свадебном платье с национальной вышивкой. Жених, правда, был в костюме и при бабочке. Свадьба в маленьких ямальских поселках – веление редкое. Поэтому на ней побывала корреспондент студии «Факт» Екатерина Фомичева. Последние минуты жениха и невесты перед регистрацией не самые романтичные. Молодые должны проверить документы, сверить их с паспортными данными. Впрочем, Вадим Няч и Надежда Саратетта находят немного времени, чтобы напомнить друг другу о своих чувствах. Они познакомились пять лет назад еще студентами. Будущий муж признается, именно тогда и понял – она та самая. Красавица. Мне понравилось. С первого раза. В течение месяца ходили на общественные мероприятия. Узнавали друг друга поближе. Спустя месяц и мы поняли друг друга, что нам никто не нужен. Они изрядно волнуются, но в то же время светятся от счастья. На главный вопрос, согласны ли вы на вступление в брак, оба отвечают утвердительно. После подкрепляют свои слова подписями в первом семейном документе. В завершении официальной части торжественной регистрации супруги обмениваются кольцами. Помимо теплых поздравлений для новой семьи, в этот день звучали и комплименты в адрес надежды. Невеста пришла на церемонию в настоящем ненецком свадебном платье. Эксклюзивный наряд на торжество – делорук тазовской мастерицы Елены Няч. Она – родственница жениха. Уверена, что ей удалось подчеркнуть красоту девушки и колоритность пары в целом. Там обрисовки какие-то, например, крылья лебедя, крылья гуся. Орнаменты называются сами ептото, как бы крылышки и большие орнаменты – это крылья лебедя. Тундри лебедь, да. Лебедь никогда не расстается со своей парой. Этот день молодоженам запомнится надолго. Ведь они не только создали новую семью, но и сделали это первыми в 2020 году. Екатерина Фомичева, Максим Епишин, Студия «Факт». Такое увидела уходящую неделю творческая группа программы «Большая область». В студии был Андрей Жилин. До встречи через неделю. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова